welcome welcome дорогие друзья и с вами виви и мы с вами дождались таки старта сезона он сегодня ночью в три часа по москве стартует по моим часам то будет в четыре ночи я обещаю вам что запущусь в четыре часа ночи поиграем первый час на ру сервер скорее всего только две игры сможем там сыграть после чего я перебегу на европейский сервер и буду ждать там старта сезона ну и соответственно стартану сезона и будем играть промо у меня на европе есть два аккаунта помимо этого еще люди мне предложили три других аккаунта если что а потому что у нас будет челлендж добраться но минимум до даймонда дальше там уже повыше будем подниматься по возможности скорее всего тот аккаунт который доберется до даймонда я буду пытаться его кламбить как можно выше говорится не о фая по примеру другого человека но просто доказать всем что мы даймонд все еще чтобы вопросы все эти снять это ладно это так просто мысли вслух ребят ну а для чего собрались собрались для того что за bring of infinity как правильно перевести давайте чтобы не было моего английского давайте переведем а как нам google трансфер грань бесконечности вот так вот интересно переводит это слово а за бринк разве грань переводится вот это вот хороший вопрос я край вот хотел переводить типа крайняя бесконечность как-то так я думал будет правильный перевод с шуткой про крайную плоть но видимо грань бесконечности ролик от ride games синематик посвященный старту сезона я его еще не смотрел не видел еще никаких пасхалок не читал еще ничего об этом поэтому сейчас буду вместе с вами его смотреть если он мне понравится расскажу если не понравится тоже расскажу вы знаете я человек честный всегда говорю то что думаю ну что поехали давайте смотреть две минуты всего это уже вы сразу вопрос потому что все остальные синематики по-моему по три минуты с плюсом шли настоящая музыкальная композиция была даже орн за 2022 год он уже в 2022 году был синематик до музыкальной композиции может и не была самая хорошая там хотя я ее много раз переслушивал но он трехминутный было поехали а райдегеймс презентует скрипка за звуками лошадки once again i stand at the brink of infinity what lies beyond the shrouded path death no nothing that simple the best part of me will live on in the scars i leave behind what was that what was that i do not fear the darkness i do not fear the darkness i do not fear the darkness i will brave the shadows i will brave the shadows trusting nothing but my strength i have found my limit a thousand times i have found my limit a thousand times and still i press further and still i press further and still i press further every mistake истин а а а а а а а а и ну ладно в защиту райтов скажу что хоть текст и написан это все да да я так понимаю ребят я так понимаю ура и деньги закончились потому что это худший синематик посвященный старту сезона не было ни единого персонажа показано были показаны так называемые время войны то есть то что остается после войны руины вот это вот все было показано и кто-то и бредет по ним и добирается до нексуса соперника красного но но я вижу мысль то есть мысль какая команда dragon x все в сине-белых тонах именно команды dragon x голос правда ребенка возможно это как бы аллюзия конечно же на то что мы все играем и мы все дети внутри себя и игра нас вносит вот в этот мир где мы остаемся детьми но это я так додумываю а возможно это просто голос был миллион нового персонажа который выйдет как раз ки уже через каких-то парочку недель и вот это вот make your mark это прям отсылка гигантская к песику они могли написать make your way make your path это все синонимы были бы то есть выбери свой путь но они именно выбрали слово mark который является пассивкой kindred понимаете возможно даже это кстати kindred волк и летал искал свою мертвую девочку барашку ну давайте смотреть что тут у нас еще было на язык сейчас вырублю хотя может чуть потише просто сделать так кто не знает по-английски я уверен тут есть русская версия сможете ее обязательно посмотреть сейчас посмотри русская нет русской версии нет так перевести в общем то здесь типичный мотивационный такой посыл идет что я пробирался через через огонь и воду и медные трубы что там через что еще там я забываю вода там была огонь вода и медные трубы да все верно через огонь воду и медные трубы трудился изо всех сил у меня ничего не получалось но я все равно справился потому что я смог и вот здесь я засмеялся потому что я уж думал от этой банальности а не избавиться because i can это самая банальная фраза которая была написана еще там в семнадцатом веке шекспиром по моему у него в одном из произведений именно главный герой ответил because i can это был злодей кстати говоря который так сказал они позитивный персонаж это был антагониста не протагонист этот перепутал в один момент неправильно сказал сейчас поправился антагонист это как раз таки злодей а протагонист это главный и поэтому очень странно что эту фразу они сюда вставили но видимо шекспира просто не читал и не знает зачем вообще эта фраза была почему-то это сделал потому что я могу это Говорит вообще-то злодей обычно Здесь они это переврали И сделали так, что фразу Потому что я могу, говорит Ущемленный, видимо, мальчик Слышь, девочка по голосу тут непонятно И я тоже думаю, что это Неспроста было взято. Давайте смотреть, что у нас есть У нас есть порезанный синий Нексус, видите, порезанный Разваленный синего Нексуса Но который все еще стоит Намек идет на то, что От синего Нексуса мы направляемся В битве. Нам показывают бабочку Я сначала подумал С чем это будет связано. Может быть, Лулу какая-то Но бабочка Символизм всегда был Во всех Произведениях Чего-то нового То есть, понимаете, гусеница Бабочка. То есть гусеница Это ты еще не сформировался Бабочка, это ты сформировался И мимолетная вот эта вот Жизнь твоя в Лиге Легенд Начинается Как раз таки он в этот момент сказал Смерть, потом говорит Нет, это не так было бы все просто Про смерть И здесь у нас Загорелись Я так понимаю Все пять Сколько тут их? Нет, тут их больше Я сначала Только пять посчитал И подумал, что это как намек на то, что Все пять персонажей воскресли Ну-то непонятно Что это за символические огни Загорелись Лотера Ну и давайте смотреть Здесь потому что Наверняка Что-то на стенах Помимо Одного оружия Которое я увидел А именно Северки Да, вот он Северки Бумеранг Которым она сражается Я не знаю, как на самом деле Это оружие называется Я его называю Бумеранг Возможно, он Бумерангом и является Северки Я честно не был готов Поэтому я не уверен Связано ли это с финалом Чемпионата мира Потому что нам здесь Несколько раз будут Включать озвучку С какого-то Киберспортивного мероприятия Где голос Комментаторов слышен Но скорее всего Это было взято С финала Этого чемпионата мира Где команда Т1 Проиграла команде Драгон Икс И есть у меня предположение Что вот эти вот Все видосики Не видосики Все эти пасхалки Они связаны Как раз таки С ним То есть была там Северка в финале Я чисто уже не помню Была она или нет Почему так Спросите вы Я думаю Потому что ролик Дико дешевый Ну то есть Он не дешевый Он качественный Но как раз Это тот ролик Который бы сделали За два месяца Чемпионат мира Закончился Сразу дали ТЗ Своим художникам Синематографом Вот этим И ребята Взялись за работу Интересно То что здесь Природа пролетела Интересно На что это был Символизм Шишка Лиги Легенд Красная Никаких предметов нет Есть какой-то чубрик Я так понимаю Ну там у меня Вебка перекрывает Ребята Короче здесь чубрик Стоит вот в этом месте Сейчас посмотрю У меня вебка А ну она чуть-чуть Перекрывает Это чубрик Как раз Из Нового леса Аааа Я понял К чему это была отсылка Слушай Это красиво Красиво Вот я сейчас смотрю И мне нравится Как он сделан С точки зрения Кинематографичности Отвратительный текст Возможно Даже идея Не самая крутая Но с точки зрения Кинематографичности Это хорошо Нам показали Мимолетное Мимолетность Вот этой Лиги Легенд То что бабочка И она быстро умирает А сейчас это показывает, что лес меняется Потому что, вы знаете, лес меняется Это символизм То, что приходит весна Сначала осень, листья опадают Потом весна все заново начинает расти И нам как раз это намекает Что все, лес поменялся И вот он Вместо зеленых шишек красные шишки Которые дальше нас кидают В лесу теперь появились чубрики Вот он, зеленый чубрик стоит Других чубриков не заметил я Грибы Грибы не имеют отношения Но вот есть вот эта штука Которая теперь больше восстанавливает здоровье И дает еще щиток Плюс ускорение, если я правильно помню Как раз медовый плод Дальше мы бежим по реке Той самой, где вот медовый плод подобрали И здесь Это на шортпит, я так понимаю В котором произошло сражение И вот в этом на шортпите, в котором произошло сражение Опять же, нужно чемпионат мира вспоминать Я не знаю, было ли там сражение Вот в таком духе, что Оружие валяются именно тех персонажей, которые были Что мы здесь видим? Мы видим бочку Это, я так понимаю, Грагас Здесь какое-то оружие валяется Это похоже на Дариуса Валяется молот от Джейса Вот поближе сейчас камера подъедет Люца на это оружие же, да? Вот давайте сейчас по порядку будем ехать Так, топор Топор уже очень похоже на Мордекайзера Либо Дариуса Не помню Дариуса на чемпионате мира Мордекайзер в финале вроде был Так что вполне вероятно, что это его оружие Это, честно, не могу сказать чье Большой молот это на Сиона больше смахивает Но тоже не могу утверждать Здесь с оружием, извините, ребят Я немножко профан Как вот эта штука вообще не понимаю К чему она принадлежит Но одно я точно знаю, ребят Ну, бочка похожа либо на Грагаса Либо на бочку Гангпланка От цепи Сайлотса И, конечно же, оружие Атрокса Символизм чемпионата мира Именно финала прям вот в лицо нам здесь выстраивают Если уж мы, ну, такие, как я, тупые Не поняли ли это оружие Пишите, кстати, в комментариях, что там были за оружие То уж это оружие мы точно все поймем Это Даркен Атрокс Который потерял свое оружие И в финале чемпионата мира Он был ключевым чемпионом, как вы знаете После чего, видите, мы из Нашорпита Улетаем Видимо, потому что мы его только что забрали И идем на красный, на Эксус И теперь я научу их бояться меня Говорит наш Я буду его называть антагонистом, да? Все же Я стану тем, кем я должен быть Почему? Потому что я могу И вот эти лезвия меня совсем смутили Лезвия Катарины вроде как А у нас Катарины точно не было на чемпионате мира Так что я не совсем понял К чему лезвия Катарины здесь вылетели Возможно, это Заевские Заевские... Нет, это не Пере Это точно лезвия Катарины Без понятия, зачем здесь Катарина Может быть, кто-то из вас найдет к этому идею в комментариях Я ее не нашел Ну, make your mark, я надеюсь, здесь я хотя бы все правильно осознал Ну что, хороший ролик Если честно Честно, давайте по чесноку Кинематографичность мне понравилась Визуал мне понравился Музыка спокойная, да, мне понравилась Закадровый голос, это полный отстой Непонятно вообще, кто говорит Это мальчик или девочка Какой возраст Блин, я вот знаю эти даберы Ну, которые занимаются озвучкой Это, блин, может быть женщина, которая там за 35 Либо может быть мужчина, которому 30 лет Ну, он яйца себе прищемил в детстве Поэтому он так разговаривает В общем, хрен поймешь И я не считаю, что это основная аудитория Riot Games Не в смысле, что я вот такой вот Я не считаю Статистика за это говорит По статистике 19-летний мужчина играет в Лигу Легенд Больше всего 19-летних больше всего Это статистика И 19-летний мужчина так не звучит Поэтому в кого целилась вот эта вот озвучка Непонятно По мне надо было делать стандартную озвучку с пафосом Где говорил бы, ну, стандартный голос Похожий там вот на голос из Звездных войн Звластелина колец Ну, вот эти вот закадровые голоса Которые ты понимаешь, что это мудрый человек Тебя направляет Но, видимо, это сейчас не модно Надо вот делать непонятно какого пола персонажа с голосом озвучки За это я ставлю дислайк Ну, это мой личный Опять же, это мой личный рейтинг За это я ставлю дислайк Также ставлю дислайк за то, что в синематике не показали ни одной битвы По сути, это был просто симулятор ходьбы по карте Лиги Легенд В качестве волка Киндред, кстати говоря Потому что мы летали, даже не ходили Ну, поэтому, наверное, 7 баллов из 10 А он не худший Все же оказался не худший ролик Хотя я так сейчас пытаюсь понять, какой был худший Да, слушайте, возможно, он худший Но балл все равно неплохо звучит А как вы оцениваете этот ролик? Сколько вы ему поставите? Пишите ваши комментарии Под этим видео И ставьте лайки И, конечно же, подписывайтесь, ребят Потому что мне совсем чуть-чуть осталось Чтобы получить заветное число 20 тысяч подписчиков на ютубе Тогда мое видео будет чаще кидать в рекомендации другим Да и рекламодатели начнут на меня, наконец-то, обращать внимание А не смотреть на меня так, как будто я вообще ничем тут не занимаюсь Вот и все Ставьте лайки Подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить Пока-пока-пока-пока-пока-пока-пока